Мы пришли на эти земли, чтобы основать здесь наш город, Ухоград. А кем вы хотите стать в этом городе? Фермером. Я буду разведать. Понятно. А ты, Агуша? Я буду разведать. Понятно. Афа-портал? Арконус, кем будешь? Инженером-программистом. Комманд-фокс, питаном корабля. И роганик остался. Я буду бешеным. Тек. Ну, а я буду на скромной должности мэра. Давайте приступим к строительству города. Я думаю, нам надо сначала построить дома. В этом прекрасном месте, где в будущем будет большой крутой город, наверное. Фух. Наконец-то мы закончили строительство наших домов. Смотрите, как здесь уже все красиво выглядит. Тут прям и маяк есть, и ферма гусиная, там, не знаю, гитара даже. Вон там еще дом отдыха. И даже вообще много всего. За этим столом все те, кто строит. Давайте пойдем друг к другу в гости и будем рассказывать истории. Давай-ка, 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 давай-ка. Это гуси, гуси там. Давайте гусю сначала пойдем. Да, да, да. У меня там фирма не гуча, а гуси, гуси. Мы пришли в лес, и... Ого, здесь у нас ферма гуся. Ого, туда же гуси есть. А что у них такие кривые глаза? Нормально? Гуся, почему ты вообще на ферме живешь, расскажи? Я переехал в частный дом из-за финансов. Меня звать Бусь Гусенко Гусенович. Я переехал в этот дом из-за финансов. Решил стать фирмами, потому что мои родители тоже разводили гусей. Все. Прям на одно лицо вот этот гуси, ты. Это мои правнуки. О, вот тут у тебя, получается, яйца лежат, маленькие гуси. Да, гусят. Да, гусят. А почему тут маленькие гусят, нет? Они еще не вылупились, что ли? Да, да. Эх, жалко. Наверное, в следующей серии они вылупятся уже. Так, здесь у нас сами гуси, они тут пшеницу твою топчут, кушают. Ну ладно. Здесь у него калитка отвалилась. Ну да, проблемы с финансами. Давайте зайдем в сам домик. Опа, здесь даже кроватка есть, говорите. Тесно, но сойдет, да? Честно, тебе они в обиде, знаешь? Надо ему привезти сюда этот кофе и всякое. Еще у него тут есть, ну сам расскажи, гусь, это ты мать. Это туалет, все. Знакомьтесь. Ты меня в нем закрыла вообще. Зайди вот в эту прекрасную школу. Все, ловушка для уха. Ты меня в поле за кроватку. Ладно, не важно. Здесь у него даже цветочки растут, ну прям такой домик на природе прикольный. У гуся мы в гостях побывали, пойдемте еще к кому-нибудь в гости. Свал портал, выходи быстро. Свал портал, выходи. Ой. Мы к себе в гости пришли, чтобы чай попить. Ого, у него тут бассейн даже есть, смотрите, можно поплавать. Нормально. Слишком глубокий для вас, как и для меня. Здесь у него еще тоже есть ферма с цветами. Зачем цветы вообще выращивать? Чтобы красиво было. Я их перепродаю за дурой, бэ. Здесь у него полки даже есть. О, со свечкой. Оставь Аркону свою свечку здесь. О, вход, ты нас пускаешь в фал портал. А, ладно, нас дотолкнуло туда. О, у него тут есть кресло и телевизор. Че за плазма? Плазма самая лучшая. На ней показывают каждое новое видео ухо. Тут диванчик на одного, правда. Ладно, я посижу, вы пока выходите. Окей, я в подвал. Подвал? Да, у тебя тут даже подвал есть. Подвал? Подвал, реально. Давай, я попробую. Локация. Мы в подвале. Жесть. А, меня в подвале закрыли, вытащите. Фу, кто все в подвале ухо. Вытащите меня. О, все, я смешно. Тут тортик не свежий. Да, даже холодильник есть в этом доме, это вообще. Гьемте на второй этаж. Смотрите, тут лестница. Балкончик, окошко открыто. Вау, вот это вид. Да, прям видно, недостроенный небоскреб и моя кроватка. Ну что, Фаопортал, давай нас угостить чем-то. Идем за мной, берем по кусочку тортик. Давай. Сейчас очень интересно, как он его нарежет. Сейчас обрежем. Давай. Кажем по кусочку. Вот это честность, прям. Каждому по торту. Вот это я понимаю. Вот это настоящий пацан. Можно идти дальше? Чур, это мой. Все, мы поели, тортов поели. Пойдемте на улицу. Историю можно рассказать, как и на огороде, как и в бассейне. Да, в бассейне. Мне понравился этот домик. О, смотрите, тут настоящий небоскреб, он до сих пор строится. Кто же его начал строить? Я. Откуда столько ресурсов и финансов носит? Такой большой небоскреб. Ну, садись, давай, расскажи тебе историю. Я Арконус. Или же объект R17-K2. Я показывал прекраснейшие показатели в учебе и физической подготовке. И однажды, в один несчастный день, из-за неправильных причетов в дозе специального препарата, у меня началась появляться, так скажем, вот эта зараженная часть. И тогда я принял решение, что я пойду в университет, в физико-матический институт. Я закончил вон на магистратуру. Также я начал изучать финансы, чтобы в будущем можно было инвенцировать свои проекты, получая прибыль. И, получив вот эту большую прибыль, я решил, что надо построить небоскреб, который будет главным зданием Арконус Корпорейшн. И в итоге у меня два высших образования. Мечтать не будет. И я буду работать на государство. Чай попили, идемте к Агушу в гости. Давай. Его историю послушаем. Так, внимательно читайте. Если смотрите, с этого ракурса... Что за сова вообще такая? Это не сова. А, точно. Это гитара. Это гитара. Позвони звонку. Окей. Так, заходим. Я живу скромно. Мэй, у него в доме тут не так просторно, но есть книжки. Еще на втором этаже есть кроватка. Ну, давай, рассказывай свою историю. Я гитарист. И я посвятила музыку. Музыке, точнее, всю свою жизнь, а даже домом. Я устраивал на этом огромном своем доме тысячу концертов. Чтобы это все возвести и учиться наиграть на такой гитаре, я потратил пять лет своей жизни. Теперь я музыка. Хорошо. Мне дверь убили. У меня вопрос, у тебя какая гитара? Аклассическая. Классическая или рок? Это акустика. Что, акустическая гитара? Я не помню. О, смотрите, пришел капитан нашего моря. Какой дом? Он стоит на этой, как его? Ну, короче, у моря он стоит. Пока что только маяка, потому что порта у нас еще нет, чтобы завоевывать моря. Смотрите, там сколько морей. О, шу. Это дом, который построил будущий этот капитан. Он нам рассказывает, интересно, свою историю? Он капитан, акустает. Ну, а давайте зайдем в его дом. О, как у него тут просторно в доме. У него тут картина с кораблем. Он вообще мечтает о море. Откуда у него тут порох? А если взорвет? О безопасности никто не думает. Здесь у него есть сундук. У него тут, в смысле, даже книжки какие-то есть от этих, как их? У него тут еще лук есть. Настоящий пират. Пират настоящий. Больше времени раб. Вот это у него тут лестница. Давайте поднимемся наверх. Где он? О, красиво тут. Да, тут настоящий маяк. Вы вообще когда-нибудь у маяка стояли? Вот как? Я был в маяке. Ладно, пойдемте на первый этаж и сядем за стол с чаем. И он нам расскажет историю свою. Садись. Это почетное место генерала. Сейчас он будет рассказывать нам историю. Итак, я был капитаном нескольких судов. Сначала я был на варяге, но она затонула. И я стал капитаном такого корабля, как Аврора. Но вот беда. Началась революция, и Аврора стала за большим революцием. Я был белогвардейцем, и я сражался за веру царя и отечества. Но поняв, что мы непобедим, и империя падет, я решил имигрировать. Погоди-ка, если ты имеешь в виду про 1920-е, там, какое-то там уже было вроде Первая мировая. Она, по-моему, видит в 16-е, но... 14-е. Я решил мигрировать в Германию. Но вот началась новая война, и меня назначили капитаном немецкого корабля. Но после того, как наш корабль получил повреждения, и вы решили списать, меня назначили на должность командора маяка. Да, вот это история. Мощный вопросик. И теперь он сюда приехал к нам и будет здесь жить. О, смотрите, тут у нас... В общем, я раньше был доктором наук по физике, жил в Штатах, но я эмигрировал из них, потому что меня начали призвать по уголовному делу в финансовых преступлениях. Я приехал сюда и хочу начать новую жизнь. Строю, получается, здание аптеки. Как-то так. Ты будешь аптекарем? Да, я буду аптекой. Ты бешенатка. Профессия вообще бывает. Это, получается, большая аптека, в которой пока... Да, ничего. Ух, выходи! Хуять! Давай, привет, а где гости? Подымайтесь по мостику ко мне. Привет. Ладно, идёмте ко мне в гости. Я вижу, все устали и хотят отдыхать. Заходим? Да, вот вход в дом. Заходи. Усаживайтесь, короче. Агуша здесь у нас сел на диван отдохнуть. Есть у нас кофе, алгебра, кому надо. Тут у нас крест. Оф, апартальчик на ковре сидит. Это... Оф, прости, я, по-моему, тебе немного потолок проспути. О, на рогами. Ты... Эх, ты че стих? Что? Что? Теперь у нас дуло дырка в потолке. Прости, я почку тебе в пол. Я пришёл сюда с вами, чтобы построить город, и поэтому я построил дом, в котором мы все будем отдыхать. Не вот такая... Интересная история. Прямо все топ. Ну и всё это видно. И на этом первая часть строительства Ухограда заканчивается. Спасибо за участие Рогалику, Фалопорталу, Аркону, Суагуше, Коммэнд Фоксу, Гусю и всем пока. Всем пока. Пока, пока.